Зимний туристический сезон в городе Харбин, провинция Хэллоуцзян на северо-востоке Китая, сейчас в самом разгаре. Одно из самых популярных мест для посещения в городе – международная выставка снежных скульптур. О ее уникальности расскажут наши корреспонденты. Животные достопримечательности зимней воды из порта. На 36-й международной выставке снежных фигур в Харбине можно найти скульптуры на самую разную тематику. Посмотреть на них проезжают туристы не только из Китая, но и разных стран мира. Несколько не жалеем об этом. Вот я бы с удовольствием еще приехала бы. Посмотрела, потому что я считаю, что каждый раз скульптура обновляется и есть на что посмотреть. У меня сын тоже художник. И мы очень много сняли, чтобы прийти и ему показать. Поэтому я говорю, руки мерзнут, потому что охота донести вот эту красоту не только до своих родных, но и показать близким. Поэтому мы в восторге. За моей спиной главная и самая большая снежная фигура за всю историю выставок снежных скульптур. Она называется Эдель Весть. Этот цветок в китайской мифологии символизирует счастливую и толкую жизнь на земле. Длина этой фигуры 100 метров, высота почти 30 метров. Ее масштаб впечатлил многих туристов. Фигура отличается от всего, что здесь было раньше. Она намного полемасштабная и внушительная. Использованный для строительства снег намного тверже, чем я ожидал. Раньше я думал, что он пушистый, но он оказался очень твердым, как лед. Тагуа я никогда еще не видел. Настоятельно рекомендую приехать и посмотреть. Чтобы привлечь еще больше туристов, в парке в этом году устраивают шоу с живыми пингвинами и предлагают посетителям множество активностей. Это работает. Некоторые туристы решают здесь провести свою свадьбу. Выставка снежных скульптур пользуется большим успехом в этом сезоне. Количество посетителей увеличилось в несколько раз по сравнению с предыдущими годами. Туристы в основном с юга Китая. Они очень интересуются культурой льда и снега. Они очень любят фотографироваться с нашими большими снежными скульптурами. В рамках выставки в этом году проходит самое масштабное в мире соревнование по созданию снежных скульптур. В нем участвуют 29 команд из 12 стран. За 4 дня участникам необходимо вырезать фигуры из губов прессованного снега высотой в 4 метра. Форма пока не очень ясна, но художники уже готовы поделиться значением своей работы. Работа называется «Торнадо» по урагам. Смысл в том, что человек вмешивается в природу и появляется много таких катаклизмов, как ураганы, смерчи различные. Каким образом человек вмешивается? Он вырубает леса, строит электрические станции, гидроэлектростанции. Наша работа посвящена такой важной отрасли всех городов мира, и в том числе города Москвы, столицы России, как метрополитен. Я знаю, что Харбини метро – это достаточно новое такое сооружение. В Москве оно уже, так сказать, старейшее. И мы решили воплотить в своей скульптуре именно видение самого метро. Но не просто метро, а мы все это отобразим в эмоциях, в человеческих эмоциях. Соревнование продлится до 9 января. После этой даты все скульптуры останутся на выставке и будут открыты для доступа туристам.